Всем привет! С вами Нина Тарасова, и это значит, что мы снова будем печь неистово. И сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной изумительный торт 19 века Dolores. Этот торт стал настоящей эмблемой Аргентины, потому что второе его название – торта Аргентина. Для начала немного истории. Рецепт был придуман в конце 19 века двумя женщинами, жившими в городе Dolores. Девушки работали простыми гладильщицами, нанятыми богатыми семьями города и, движимые своим талантом готовить прекрасную выпечку, в нерабочее время готовили и угощали соседей. Этот десерт быстро обрел популярность и особенно привлек внимание сельских и городских жителей своими 25 тончайшими слоями теста с вкраплением фруктовых конфет, похожих на желе, которые два его автора создали как раз специально к национальному празднику 25 мая. Растущая слава торта распространялась из уст в уста и достигла ушей братьев Эспил, владельцев пекарни с 1852 года. Именно они и стали продолжать традицию выпекания этого десерта. Процесс приготовления аргентинского торта был написан от руки более 100 лет назад семьям, передававшим этот рецепт. В 1917 году торт получил первую премию на выставке работ, проходившей в Милане, Италии. И даже в телевизионном шоу мастер-шефа Байков также было задание приготовить этот торт. Что представляет он собой сейчас? 25 тончайших слоев теста и 25 слоев дульчи де лечи, покрытой меренгой или айсингом. Вроде бы все так просто, но какая история? Как вы видите, торт относительно несложный. У нас есть большое количество основы бисквитов. Они больше похожи, что-то среднее между сахарным тонким печеньем и вафлей. У нас есть много сгущенки и итальянская меренга. Встречаются разные рецепты, где покрываются либо мастикой, либо итальянской меренгой, либо помадкой. То есть, где просто сахарная пудра с лимонным соком все это перемешано и этот торт этим покрыт. Попробуем приготовить. Мне кажется, самое сложное здесь будет именно выпечь 25-30 коржей. Их должно быть очень много. Первоначально, как вы поняли, по рецепту у нас идет 25, но вот сейчас многие делают до 30 коржей. Что-то посмотрим, насколько меня хватит. И мне очень интересно посмотреть его в разрезе, что же у меня получится. Не откладываем дело в долгий ящик и скорее приступаем к приготовлению теста. Итак, для теста у нас есть сливочное масло, сахар. Мы загружаем все это в дюжу и с насадкой весло будем перемешивать до очень воздушного кремового состояния. Итак, давайте посмотрим, какой текстурой получилось сливочное масло. Вот такая воздушная, кремовая, очень пышная. Сейчас мы все снимем с нашей насадки весло и будем постепенно добавлять яйца и желтки. Главное на этом этапе не торопиться и не добавлять сразу все, иначе масло может расслоиться. Также очень важно, чтобы и сливочное масло, и яйца были комнатной температуры. Потому что сливочное масло может начать схватываться от холодной температуры яиц и опять же ничего не получится. Когда добавили достаточное количество и видите, что масса разжижается, остановитесь, все хорошо перемешайте и после этого добавляйте уже следующую часть. После того, как вы добавили все яйца, они перемешались, объединились, нет где-то отдельных частичек яиц, мы снижаем скорость до минимальной и понемногу, по столовой ложке добавляем муку. Тесто становится похожим на крем. Его нет смысла охлаждать, замораживать, раскатывать. Оно очень мягкое, как вы видите, по количеству сливочного масла оно идет один к одному с мукой. Поэтому раскатать нормально у вас его не получится. И будет очень, кстати, удобно раскладывать его просто ложкой и размазывать. Я все снимаю с моей лопаточки. И смотрите, мы перемешиваем все, что у нас налипло на стенке. Теста получается много. Вот такое оно, очень мягкое, кремовое. И теперь самое интересное. У меня есть противень. Противень застелен силиконом-ковриком. Можно использовать пергаментную бумагу. И я начертила себе шпаргалку, какого диаметра мне нужны мои будущие коржи. Это я просто кольцо 16 см в диаметре окунула в муку и сделала отпечаток. Так у меня будут совершенно одинаковые, прекрасные бисквитики. По столовой ложке крема выкладываю на каждый кружок. Мне, конечно, удобно, что у меня большой противень 60 на 40, что сразу получается выпечь 6 бисквитов. Это удобно. Но тесто может ждать. Естественно, мы его не убираем в холодильник из-за большого количества сливочного масла. И печем один противень за другим. Пока один печется, на второй противень выкладываем следующую партию. Достали то, что выпеклось, и тут же на противень, даже не зря на то, что он горячий, выкладываем новый силиконовый коврик, либо пергаментную бумагу, и снова распределяем тесто. Тесто очень приятное в работе. Оно настолько эластичное, мягкое, что разравнивается идеально. Кто-то сказал, что можно использовать трафарет, чтобы были совершенно ровные кружки и одинаковой толщины. Но я это буду делать на глаз. Кружки должны быть тонкие, порядка 3 мм, не больше. Они не слишком сильно поднимаются, не расплываются в духовке. Тесто действительно прекрасное. Края будут хрустящие, как вафельки, а серединка будет более нежной. Кто-то мне, кстати, тоже сказал, написал в социальных сетях, что тесто очень похоже на бразильский десерт Бола де Рола. Есть такой десерт. Тесто чем-то похоже, но обычно в Бола де Рола желтки и белки разделяют. Желтки взбивают также со сливочным маслом, с сахаром, а потом примешивают французскую меренгу. После этого распределяют тонким-тонким слоем на противень. Выпекают очень быстро, также минут 5-6 в духовке. И пока бисквит горячий, его смазывают тончайшим слоем фруктового конфитюра, либо желе, либо мармелада. И, опять же, пока он горячий, быстро заворачивают в рулет. Потому что, когда этот бисквит остывает, он становится как песочное тесто. И свернуть его будет уже очень сложно. Вот таким образом мы все разравниваем, делаем идеальные кружочки и потом будем выпекать. То есть, самый долгий процесс, как мне кажется, в этом торте, это именно разровнять наши кружочки из теста. Так как тесто не капризное, что оно не сужается, не скатывается, не расслаивается, работать с ним очень удобно. Поэтому такая минутка медитации. Все разровняли и в духовку. Выпекать в духовке будем порядка 6 минут. Но время зависит от силы, естественно, в вашей духовке. У меня это занимает порядка 6-7 минут. Но нужно смотреть на цвет. Эти бисквиты не должны стать полностью румяными. Они края могут подрумяниться, стать такого золотистого цвета. Но серединка должна остаться светлой, практически белой. Если вы их пересушите, то у вас просто получится печенька. А печенька нам не нужна. Бисквит должен серединка, именно оставаться очень нежной. Если вы чувствуете, что у вас лишнее тесто, слишком как-то много положили, то просто снимаем излишки обратно в дюжу, потому что они должны получиться как блинчики. Итак, все, я завершила размазывание. И теперь убираю в духовку на 6 минут. И пока они пекутся, буду заниматься вторым противнем. Итак, давайте посмотрим, какие они получились только из духовки. Видите, они достаточно бледные. У нас только краешек, вот такой краешек зарумянился. И теперь мы их при помощи лопатки снимаем. Получается вот такой блинчик. Не ломаем. И что теперь нужно сделать? Подготовить пергаментную бумагу под размер вот этого блинчика. Перекладываем его. Вот он. И вот так вот стопочкой, один на один, мы выкладываем все бисквиты. То есть снова пергаментная бумага, блинчик. И сверху его складываем. Получается большая стопочка бисквитов. А, и они еще очень горячие. Посмотрите, какие тончайшие. И перекладываем. И даем полностью остыть. Старайтесь их выкладывать четко, один на один, чтобы не было перекосов. Иначе они, когда застынут, они станут намного плотнее. И могут принять ту форму, которую вы им придали. Будет очень неудобно выкладывать на торт. И вот таким образом мы выпекаем все 25, а то и 30 наших основ для будущего торта. Итак, посмотрите, какая стопочка у меня получилась. 25 тончайших коржей. Видите, они остыли и стали крошиться. Сейчас я покажу один у меня запасной. Серединка чуть нежная. Вот такое оно тонкое. Достаточно по вкусу. По вкусу напоминает тюли. Вот это французское сахарное печенье. Неприторно сладкое. Очень нежное, вкусное. Но посмотрим, как это все будет в финале. Теперь, что нам необходимо. У меня есть кольцо такого же диаметра. Мне нужно каждый бисквит подрезать. Даже если обрезки будут очень минимальны, это нормально. Нам нужно придать круг, форму круга. И вот таким образом, один за одним, перед началом сборки, мы каждый бисквит подрезаем. И когда все подрезано, все готово, мы приступаем к сборке. У меня есть много сгущенки. Я ее пробила блендером, так как моя сгущенка была как будто с желатином, очень сильно густая. И мне бы физически ее было невозможно размазать по коржам. Поэтому пробила в блендере. И сейчас начинается сборка. Слои сгущенки должны быть максимально тонкие. Как будто мы только хотим склеить наши коржи. Она достаточно жидкая. И если вы сделаете очень толстый слой, то просто будет вытекать. Это во-первых. А во-вторых, будет совсем приторно-сладко. Поэтому аккуратно размазываем и выкладываем следующий слой. Каждый раз слегка прижимаем. Еще я заметила в этих бисквитах, что когда они остывают, сначала они становятся очень хрустящие, даже ломаются, а потом смягчаются. Ну, в принципе, как и вафли. Кстати, в оригинальном рецепте используется дульчи де лечи. Это по текстуре, по вкусу похоже на наше сгущенное молоко. Они варят его не в банках, как это делаем мы. Они варят непосредственно на плите, соединяя сахар, молоко и соду. И вываривают до вот такого же состояния. Но в наших реалиях сгущенка абсолютно ничуть не хуже. И когда я пробовала, в принципе, я разницы никакой не заметила. Чем выше становится торт, тем сложнее его собирать, потому что коржи начинают кататься, ездить из стороны в сторону. И нужно контролировать этот момент, чтобы ваша пирамида не превратилась в пизанскую башню. Что мы делаем теперь? Мы берем ацетатную пленку, оборачиваем торт. И разъемное кольцо. Торт нужно хорошо прижать. Сверху выкладываем бумагу. И нужно поставить какой-то пресс. У меня это будет сотейник. И ставлю две банки сгущенки. И в таком виде мы убираем в холодильник. Мы начинаем делать итальянскую меренгу для покрытия нашего торта. Там у нас взбиваются белки. Здесь нагревается сироп. Сироп нагреваем до 118-121 градуса. Либо дуем на петельку. Сюда потихоньку всыпаем сахар. Малую часть. Здесь помешиваем и доводим до кипения. Смотрим. Вот такие мягкие пики у нас получились. И теперь можно собирать торт. После ночи он у нас хорошо постоял. Снимаем пленку. Посмотрите, какой красивый. И украшаем нашей меренгой. Такой ничего. И подпаливаем горелкой. Красавчик. Теперь осталось переложить на тарелку и наконец его попробовать. Вот мы с вами и приготовили торт 19 века. Торта Аргентина или торта Долорес. Да, не быстро, но только посмотрите, как же аппетитно он выглядит. И мне уже поскорее хочется взглянуть на разрез, как же будут выглядеть в готовом виде все наши слои. О, и выглядят они шикарно. Вы только посмотрите, виден каждый слой. Так и хочется их посчитать. Кстати, что он вам напоминает? По-моему, Баум Кухен или даже Медовик. Ну что, ребята, вот мы и приготовили этот чудесный торт. Какой же он красивый. Это, наверное, самый высокий торт, который я делала в своей жизни. Только слоев. 25 слоев вот этого печенья и 25 слоев сгущенки. Плюс итальянская меренга. И сейчас будет момент истины. Я его попробую. Я не фанат сгущенки, честно скажу. И в обычной жизни просто так я ее не ем. Но на этот торт меня вдохновила именно история его. Что вот, ребята, это же такая мотивация. Вы можете себе представить? Вот простые гладильщицы, которые верили в себя, которые верили в свое мастерство, угощали людей, потом приготовили на праздник. Столько народу его купило. И пошли слухи, слухи об этом торте, что торт стал национальной эмблемой страны. И, ну, это мотивация. Пеките неистово, верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Вот. А сейчас давайте попробуем, что же у нас получилось. Сладенько. Не приторно, потому что достаточно мало сгущенки. Напоминает, очень напоминает наше печенье, наш десерт орешки. Вот только орешков не хватает. Но вот именно вот это ощущение чуть-чуть размягшего уже песочного теста, сгущенки, практически один к одному, только в другой форме. Вкусно, вкусно. Да, я не фанат сгущенки, не скажу, что этот торт буду делать на все праздники, и он станет моим любимым. Но большое количество любителей сгущенки. У меня дочь обожает, у меня муж обожает. Я уверена, что они как раз этот торт оценят по достоинству. Что я хочу сказать. Ребят, попробуйте. Действительно, попробуйте, потому что, ну, такая история. Ну, я люблю историю. Я люблю, когда именно у десерта есть своя какая-то такая фишечка, то, что делает его уникальным. Вот этот торт уникален. Да, прекрасные бисквиты, прекрасная меренга, сгущенка. Что может быть лучше к чашечке чая или кофе? Поэтому угощайтесь. Надеюсь, вам понравилась и история, и рецепт. Уверена, что многие о нем не знали. Поэтому я такой первооткрыватель для вас прекрасного десерта торта Долорес. Угощайтесь и до новых встреч!